Собственно первый раздел API плагинов. Здесь мы будем изучать API WordPress, который представляет WordPress для написания плагинов. Структура курса строится следующим образом. Мы изучаем материал по нарастающей, то есть от каких-то простейших моментов до все более и более сложных. То есть курс построен по принципу от простого к сложному. Именно поэтому все уроки данного курса нужно просматривать по порядку и не перескакивать. Собственно вы видите, к примеру, второй урок. Здесь мы изучаем какие-то базовые принципы создания плагинов. Дальше изучаем какой-то необходимый минимум функционала, который понадобится для написания простейших учебных плагинов. Ну и начиная с седьмого урока мы уже начинаем писать полноценные, вполне плагины, которые не являются учебными. То есть плагины, которые можно уже использовать для вашего сайта, либо, например, для сайта заказчиков. Значит, давайте посмотрим, какие плагины мы напишем в данном курсе. Как я сказал, с седьмого урока мы начинаем писать уже полноценный плагин, и это будет плагин похожих записей. Думаю, такой плагин вы могли уже видеть и, возможно, даже использовали. Данный плагин выводит в конец статьи блок ссылок, которые являются ссылками на похожие, либо связанные записи. Следующий плагин, который мы создадим в курсе, это будет плагин количества просмотров статей. Данный плагин представляет своеобразный счетчик для каждой статьи, в котором будет указано количество просмотров той или иной статьи. Следующие два плагина связаны с безопасностью. Это плагин CAPTCHA для формы комментариев и плагин CAPTCHA для формы авторизации. Первый плагин предоставляет CAPTCHA для формы комментариев, которая призвана ограничить количество спама в ваших комментариях. Ну и второй плагин CAPTCHA для формы авторизации, он предоставляет, добавляет CAPTCHA к форме авторизации, которая должна больше обезопасить вашу форму авторизации от перебора паролей различными ботами. Следующий плагин называется «Хлебные крошки в тайтл». С помощью этого плагина можно изменить стандартный вид тайтла для любых материалов WordPress. Для записей, для рубрик, для страниц, для поиска и так далее. В общем, практически для всего. Данный плагин позволяет построить своеобразную навигационную цепочку в тайтле, которую часто называют «хлебными крошками». Отсюда и название данного плагина. Ну и последние плагины, которые мы будем создавать в данном разделе, будут создаваться с помощью дополнительного функционала, который называют «шорт-кодами» либо «короткими кодами». Здесь мы с вами создадим плагин Google Карты, Google Карты – вторую версию, и плагин «галерея». Кстати, при создании плагинов Google Карты мы будем создавать как статичные, так и динамичные карты. Мы с вами поработаем тоже с API. Если в основной части курса мы работаем, изучаем API WordPress, то при создании непосредственно плагина Google Карты мы с вами поработаем уже со сторонним API. Это будет не что иное, как API Google Карты. Чуть ниже мы посмотрим некоторые из плагинов в действии. Ну а сейчас переходим к следующему разделу основной части курса – это API виджетов. Здесь также повествование идет построено от простого к сложному. Для начала мы изучим какой-то базовый функционал, который нам позволит создать простейший текстовый виджет. А изучив данный функционал, мы начнем уже создавать, писать более сложные виджеты, которые, опять-таки, можно использовать как для вашего сайта, то есть писать самому себе, так и писать на заказ. В частности, это будут два виджета. Виджет рубрики «Аккордеон» и виджет записи со стены ВКонтакте. Первый виджет является ничем иным, как модификацией стандартного виджета рубрики. Отличие нашего виджета состоит в том, что он выглядит более привлекательно. Если стандартный виджет рубрики просто выводит список рубрик на сайт, то наш виджет будет выводить их в привлекательном виде, в виде аккордеона. Наш виджет будет иметь множество настроек, относительное множество, как для виджета довольно много настроек, и ими может управлять с легкостью пользователь. Ну и еще один виджет, который мы напишем, это виджет записи со стены ВКонтакте. Данный виджет получает несколько последних записей с указанной стены ВКонтакте. С какой именно стены и какое количество записей, опять-таки, это все указывается в настройках данного виджета. Ну и здесь мы, как и с Google картами, поработаем еще и со сторонним API, а именно с API ВКонтакте. И последний раздел основной части курса будет посвящен API настроек, либо API опций, либо Settings API еще его называют. Изучив данный курс, мы сможем создавать собственные настройки на уже имеющихся страницах в админке. Мы сможем группировать опции. Вы сможете создавать собственные страницы настроек, сможете создавать собственное меню секции в админке. Все это необходимо для того, чтобы пользователь мог с легкостью управлять какими-то настройками плагина, чтобы куда-то эти настройки выводить и можно было их как-то изменять. Кроме того, изучив данный раздел, вы сможете создавать так называемые настраиваемые темы. Что такое настраиваемые темы? Я думаю, вы знаете. Это темы, которые позволяют управлять не только контентом, не только содержанием сайта, но еще и его внешним оформлением. Например, мы сможете, изучив данный раздел, создавать темы, где пользователь с легкостью, не лезя в код, сможет изменять, допустим, фон сайта, сможет изменять шапку на сайте, шрифт и так далее. В общем, все то, что вы заложите в функционал плагина. Вот, вкратце, содержимое первого диска, первого 9 диска, в котором мы рассмотрим вот такие вот три раздела. Ну и, возвращаясь к бонусу на втором диске, данный бонус является, как я уже говорил, неким логическим продолжением первой части диска. Это довольно обширный бонус, который включает в себя 21 урок, то есть, занимает ни много ни мало, где-то около половины вообще основной части курса. Какие вопросы мы здесь рассмотрим? Рассмотрим два основных вопроса, это работа с AJAX в WordPress и работа с расписанием. AJAX в WordPress довольно-таки плотно встроен, он используется довольно часто, он используется в тех же виджетах, он используется в комментариях, используется при быстром редактировании записей, да, в общем, много где он используется, во всевозможных плагинах, поэтому обойти стороной вопрос работы с AJAX в WordPress при изучении данного курса довольно-таки сложно. Поэтому мы затронем в бонусной части вопрос работы с AJAX в WordPress. После изучения данного вопроса мы закрепим его на практике, создав плагин подписки. Ну и следующий вопрос, который мы рассмотрим, это работа с расписанием. WordPress предоставляет специальный раздел функций, так называемая функция WP-KRON, которые предоставляют возможность создать работу с расписанием. Если вам нужно создать некий функционал, который будет выполняться через какие-то периоды времени, через какие-то промежутки, то есть периодическими словами, то работа с расписанием это именно то, что вам потребуется. Например, классическая задача, которую позволяет решить данный функционал WP-KRON, это, допустим, бэкап базы данных по расписанию. Например, ежедневно или раз в неделю должен запускаться некий код, который сделает бэкап. Это можно сделать как раз с помощью работы с расписанием. Ну и как итог всей нашей работы, как в бонусной части курса, так и в основной части курса будет создание плагина подписки. Это продолжение предыдущего плагина подписки. Только в новом плагине, его модификации, скажем так, второй версии, мы фактически задействуем все эти знания, которые получим на протяжении всего нашего курса. Здесь будет и работа с AJAX, здесь будет и работа с расписанием, и создание собственного виджета, и работа с базой данных WordPress. и создание страниц собственных настройок, и даже меню, и многое-многое другое. Все это мы рассмотрим при написании плагина подписки. Ну и рассмотрев структуру курса, давайте мы посмотрим примеры тех плагинов, которые мы сможем написать в курсе. Я покажу лишь парочку. На самом деле в курсе будет написано гораздо большее количество плагинов. Ну, например, виджет рубрики Аккордеон. Если мы взглянем на сайт, здесь уже стоит виджет рубрики. Это стандартный виджет, который предоставляет WordPress. Все вложенные рубрики, они сразу же показываются. Активируем наш виджет рубрики Аккордеон. И после активации, если мы перейдем в раздел виджеты, мы увидим, что был добавлен новый виджет под названием рубрики Аккордеон. Добавим его в сайтбар. Здесь мы видим, что уже есть ряд настроек по умолчанию. Мы можем добавить еще настройки, вроде заголовка. Давайте сохраним и посмотрим, что мы получим. Мы получили с виду тот же самый виджет рубрик, что и виджет по умолчанию. Однако здесь мы видим отличие. Все наши дочерние рубрики, они скрыты. И они показываются при наведении на основную, на родительскую рубрику. И при наведении повторном они скрываются. Вот такой вот симпатичный Аккордеон мы получим. При этом мы его можем с легкостью настраивать. Например, поменять способ раскрытия по умолчанию. При наведении мы можем поставить по клику. Мы можем поменять паузу перед раскрытием, скорость анимации. Мы можем исключить какие-то рубрики из вывода. Допустим, нам не нужно, чтобы показывались рубрика с номером 57 и рубрика с номером 1. Нам достаточно указать их через запятую, перечислить. И данные рубрики, соответственно, будут исключены из вывода. Еще один виджет, который мы будем создавать. Это будет виджет, к примеру, последней записи со стены ВКонтакте. Давайте перейдем в раздел плагины. Активируем данный виджет записи со стены ВКонтакте. Точнее, данный плагин активируем. Вернемся в раздел виджеты. Увидим, что у нас появился новый виджет записи со стены ВКонтакте. Добавим его. Здесь мы должны указать название той стены, с которой хотим получить записи. Допустим, я укажу web4myself.com. Также мы можем указать не текстовое название, то есть не короткую ссылку, а ID стены. Ну и количество записей, которое нужно вывести. Сохраним. Обновим. И вот мы получили три последние записи с указанной стены. Ну и давайте покажу, пожалуй, еще последний плагин. Это тот плагин сбор подписчиков, о котором я вам говорил. То есть некий итоговый результат всего того, что мы получим в курсе. Значит, данный плагин прежде всего предоставляет виджет для сбора подписчиков. Виджет подписки. После его добавления на сайт мы получаем форму, где пользователь может подписаться. При этом здесь работаем мы как с Аяксом, так и с базой данных, поскольку все данные подписчика синхронно добавляются в базу данных. Здесь мы проверяем, чтобы все поля были заполнены и можем подписаться. Подписка оформлена. Сразу же после активации плагина мы получаем новый пункт меню подписчики, где представлены в первом пункте некие настройки плагина, количество подписчиков на страницу. Они будут показаны на странице рассылка. Количество подписчиков в одной части рассылки, то есть, скольким подписчикам за один раз отправлять письмо, рассылку, ну и пауза между частями одной рассылки. Допустим, мы можем сделать паузу через одну минуту, через две минуты, через 30 минут или через час. Все это вы опять-таки сможете менять непосредственно в коде плагина при его написании. Ну и здесь, в рассылке, мы уже видим, появилась страница по умолчанию. Когда у нас подписчиков нет, она будет пуста. Мы уже видим то количество подписчиков, которое здесь есть. Вот он первый подписчик. Можем добавить еще одного. И у нас появится он здесь же. Если изменим в настройках количество выводов подписчика на одну страницу, скажем, один поставим, то увидим здесь постраничную навигацию уже. Ну и, соответственно, всегда можно отправить письмо, сделать рассылку по базе подписчиков. При этом идет проверка на то, чтобы был заполнен обязательно текст рассылки. Вот, собственно, то, что я вам хотел показать в данной презентации. Это, на самом деле, небольшая часть того, что мы делаем в данном курсе. Это лишь часть плагинов и виджетов, которые мы создаем в данном курсе. Это, собственно, все то, что я вам хотел показать в данной презентации. Спасибо за внимание. До новых встреч. Пока.